Привет, друзья! Меня зовут Кирилл, добро пожаловать на мой канал. Здесь мы учим английский язык. В частности, разбираем самые типичные ошибки, которые допускают русскоговорящие студенты. Сегодняшний урок мы посвятим слову «заграница». Во-первых, его часто неправильно произносят. Во-вторых, неправильно употребляют в предложении. Давайте разбираться. По-английски «заграница» зовется словом «abroad». Оно произносится «abroad» – долгое «о». Не говорите «abroad». Этот вариант произношения неверен. Запомните, что перед словом «abroad» предлог не употребляется. Слово «abroad» уже значит «в другой стране», «на территории другой страны» или «в другую страну», «на ее территорию». Поэтому никогда не говорите «in abroad» или «to abroad». Мы должны употребить глагол плюс слово «abroad» без предлогов. Давайте немного потренируемся. Она хочет учиться за границей. She wants to study abroad. Моя семья переехала за границу, когда я был ребенком. My family moved abroad when I was a child. Я жил за границей год. I lived abroad for a year. Он за границей в деловой поездке. He is abroad on a business trip. Единственный предлог, который может стоять перед словом «abroad» – предлог «from». «From abroad» – из-за границы. Например, он недавно вернулся из-за границы. He recently returned from abroad. The only case in which we can use a preposition is when we say that something or someone came or returned from abroad. Придумайте свой пример предложения со словом «abroad» и напишите его в комментарии. Спасибо за то, что остаетесь со мной. Полезные ссылки смотрите в описании под этим роликом. С вами был Кирилл. Скоро увидимся. Продолжение следует...